Я занимаюсь развитием 24 года, уже даже чуть больше. И за это время я перепробовала все, что можно придумать вообще, все, что движется. И, естественно, как все нормальные люди, я решала свои собственные вопросы. До некоторого времени я их решала, 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 решала. Спасибо. Я перепробовала большое количество технологий. И, в конце концов, мне удалось решить все свои вопросы. И технологии бывают на разных уровнях. На ментальном, на сердечном, эмоциональном и на физическом. Вот, ну, собственно говоря, я буду об этом немного говорить, да, в процессе нашей встречи. Мне удалось, в конце концов, найти технологию, которая это все совместила. Потому что оказалось, что когда мы затрагиваем какой-то один аспект, все остальное не срабатывает. И чего-то не хватает. И, может быть, вы замечали, что вот, допустим, мы решаем какую-то проблему. Мы находим какую-то тренинг, какую-то технологию. И ощущение, что, ну, наконец-то, ну, наконец-то. И ситуация решается, проблема уходит. Но проходит какое-то время. И раньше я считала, что духовный рост вообще похож на снятие листов капусты. Знаете, ну, там снимаешь следующий лист, более толстый, а за ним еще что-то более тонкое. Но оказалось, это совсем не так. Слава Богу. И, ну, в общем-то, 8 лет назад я нашла решение многих проблем в своей жизни, да. И оказалось, что проблемы действительно могут уходить целиком. Ну, собственно говоря, я в своей жизни сделала очень много всего. Мне 47 лет. Я сейчас чувствую себя гораздо более счастлива, чем в 17, в 25, в 35 и так далее. Я дважды замужем. Я второй раз замужем. Оба раза счастлива. У меня свой бизнес. У нас команда, которая, в общем-то, разделяет мои ценности. Мы, в общем-то, с удовольствием движемся. Ну, так или иначе, мне есть чем поделиться. И я буду, в общем-то, стараться быть максимально прозрачной, отвечу на все вопросы. И давайте зададим тему. Насколько я поняла, сегодня вопрос паразитов. Паразитов, да. Мы здесь обычно собирались по вторникам и работали по темам. Таким закрытым, закрытым кругом. Сегодня он чуть-чуть расширился. Но расширился совсем чуть-чуть. Поэтому здесь все свои знакомые люди. Окей. Ну, давайте я начну, наверное, с паразитов. Да. Но по факту паразиты – это одна из проблем. Да. Паразиты, ну, в первую очередь, мы говорим о людях. Правильно я понимаю? О людях. О людях. То есть это то, что возможно. Я бы на грабине, да, с людьми. Да. Да. Ну, давайте подумаем. С одной стороны, о тех людях, которые паразитируют на нас. Да? Угу. Иногда это могут быть даже дети. Причем, ну, вот ощущение у одной мамы, что там детей нужно вскармливать там до конца жизни, да. Вот пока мама жива, она там на кино дает. Вот, знаете, еще там внукам денег дает. И никто не чувствует почему-то вот эту паразитическую энергию. А некоторые родители чувствуют, что вот дети прямо как вот присысались, да, и нужно их как можно быстрее сбросить. Это с одной стороны. С другой стороны, подумайте о тех людях, на которых вы чувствуете, что как будто бы вы их эксплуатируете, вы используете их энергию. И вот смотрите, какая ситуация. Дело в том, что в абсолютно одинаковой ситуации люди могут чувствовать по-разному. С чем это связано? В одном случае есть травма, а в другом случае ее просто нет. То есть это нормальные, здоровые, взаимозависимые отношения. То есть если, допустим, мы нарисуем такую пирамидку. Это такие фломастеры, которые вытираются. Так, отлично. Три уровня у этой пирамидки. И есть уровень зависимости, когда люди зависят друг от друга. Ну давайте приведем примеры здоровой зависимости. Вот что мы понимаем под здоровой зависимостью? Родители и дети. Родители и дети. То есть абсолютно адекватная ситуация, да? То есть родитель, ребенок, дети, да? Муж, жена. В какой-то момент? Что-что? Муж, жена. Муж, жена. Согласна. Муж, жена. В зависимости. Хорошо? Кому еще пришел муж и жена? Хорошо? Отметьте это себе. Идем дальше. Следующий уровень. То есть, допустим, возьмем ребенка и родителя. Ребенок пока, ну мы знаем, что взрослые детеныши самые зависимые из всех живых существ в природе, да? И для того, чтобы вырастить здорового детеныша, иногда нужно лет 18. Ну вот представьте, что этот ребенок вырос в конце концов. И что делает в первую очередь подросток, чтобы освободиться от родителей? Кошмарит их. Он начинает, ну, что-то творить. То есть он пытается освободиться от этой зависимости, да? Это уровень протеста, когда через протест я говорю, что я взрослый, я взрослая, и там, ну, в общем, это может через любые какие-то происходить процессы, но так или иначе, задача человека обрести состояние независимости, когда я не завишу от своих родителей. Ну, или давайте назовем его свободой. То есть свобода, независимость. У меня к вам вопрос. Все ли попадают на этот уровень? Далеко. Далеко не все. Я довольно долгое время работала в коучинге с руководителями бизнесов и с владельцами бизнесов. И обнаружила, что большинство мужчин, ну, как-то женщины немного по-другому, потому что, когда рождаются дети, там меняется мотивация довольно сильно. Ну, или, возможно, в бизнесе больше вот мужчин-достигаторов именно таких, да? Я обратила внимание, что многие из этих мужчин находятся на уровне самоутверждения. То есть они продолжают доказывать миру, что с ними все хорошо. Знакома вам такая ситуация? В этом случае какая есть проблема? При самоутверждении, ну, вот представьте, допустим, сколько вам нужно денег, и возьмем мужчину. Да, могу вас использовать в качестве. Как вас зовут? Дима. Дима. А, Дима, сколько вам нужно денег, чтобы вы себя почувствовали вот твердостоящим? Ну, только не какие-то еще эти, а так вот, ну, по-серьезному. По-серьезному. Да, по-серьезному. По-серьезному, ну, наверное, примерно 10 миллионов. Хорошо. Каких? Ну, долларов тут в Беларуси. Хорошо. То есть 10 миллионов долларов, да? Ну, вот, предположим, мужчина такого масштаба, ему для того, чтобы почувствовать себя твердо, да, утвердиться, нужна эта сумма. Он предпринимает кучу действий, да, и дай Бог все его родовые программы не препятствуют тому, чтобы он, в конце концов, заработал эти 10 миллионов долларов. Да? Появляются 10 миллионов долларов. То есть я уже самоутвердился, когда у меня есть эти деньги. Самоутвердился. То есть вот смотрите, все это время, пока я зарабатываю эти деньги, у меня работает очень сильная вертикальная практически мотивация. То есть это таким образом работает. И, возможно, вы сталкивались с людьми, которые очень быстро выстреливали в бизнесе. То есть человек что-то начинает, и у него что-то получается, получается, получается. И вот здесь у нас 10 миллионов долларов, да? Что происходит в тот момент, когда я их зарабатывала? У меня заканчивается мотивация. То есть я уже самоутвердилась или самоутвердился, да? У меня заканчивается мотивация. Представьте себе самолет, который берет определенную высоту, у него заканчивается бензин. Вы же не представляете. Нет, представьте. Потому что это то, что происходит с нами в жизни, да? Ну, в общем, это стремительное падение, да? Очень часто люди, которые много там заработали. Опять же, мы поговорим о программах, которые этому способствуют, да? Очень часто люди, которые быстро и много заработали, переживают период падения. Потом я снова оказываюсь в заднице. В лучшем случае, там, с каким-то плюсом, с какой-то недвижимостью, с какими-то машинами. В худшем случае, там, я это тоже могу все потерять. Там, для пущей... Мотивации. Мотивации, да, 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 да. И вот в конце концов я снова попадаю в состояние, как, чего? Когда у меня ничего нет, я в полной жопе. И снова что-то нужно делать. Снова самоутвердиться. И, ну, вы уже сами понимаете, что происходит дальше, да? То есть, этот процесс может происходить бесконечно. Единственное, что... Возможно, вы встречались с экспериментом Блохи в банке, да? Встречались? Кто знает про этот эксперимент? Окей, ну, не все, поэтому расскажу. В банку, в обычную ядровую банку посадили Блох. Блохи выпрыгивали из банки. И они выпрыгивали, ну, где-то вот на такое расстояние из банки. И на банку положили крышку. Блохи начали биться об эту крышку. И они довольно быстро... Как... Не научились. Что с ними? Нет, не научились. Не мутировали. Мутировали. Я имею в виду, следующее поколение, да, Блох. Ну, то есть, на какое-то время их оставили. И следующее поколение Блох прыгало ровно до этой крышечки. Когда крышечку убрали, Блохи продолжали прыгать на эту высоту до крышки. И не выпрыгивали выше банки. Хотя Блохам может полу метра прыгать. Да. То есть, смотрите, что происходит. Это происходит, что в Блохе. Однажды ударившись, да, мне уже больно. Я знаю, что это больно. У меня срабатывают защитные механизмы. И тогда для того, чтобы в следующий раз прорываться, мне нужны какие-то сумасшедшие тренинги личностного роста, где там вся толпа за меня, и все говорят, давай, ты можешь, давай. И я снова прорываюсь. Но дело в том, что поскольку вот эта ситуация не менялась, да, и топливо у самолета продолжает оставаться тем же самым, ну, то, к сожалению, ситуация не меняется. То есть, я снова оказываюсь здесь. И, ну, в общем-то, в лучшем случае я продолжаю держать планку, в худшем она постепенно падает. И в какой-то момент я не нахожу себе силы двигаться дальше, да. В этом случае, вот, нахожусь ли я на уровне свободы? Если нет, то почему? Что вообще значит свобода в этом случае? Это выбор человека, пуститься, подниматься. Это выбор, но неосознанный. Правда же? То есть, такое ощущение, что за мной стоят какие-то программы, которые мной управляют, и я ничего не могу с этим сделать. Ну, если на уровне инстинкта, это уже прописано, то что с этим сделать? Если на уровне инстинкта, ну, я до инстинкта еще чуть позже дойду. Вот представьте, на каком-то уровне сознания мы все хотим быть богатыми, здоровыми, счастливыми. И это вполне нормальное желание, да. И вот я хочу быть богатой, здоровой, счастливой. Кто водит машину? Скажите, пожалуйста. И кто водит автомат? Машина-автомат. И, в общем-то, в машине с коробкой автомат есть две педали. Ну, посторонние, уж с Украиной у нас война. И представьте себе, что вот одна педаль, это педаль газа. Вторая педаль, это педаль тормоза, да. Вот на уровне сознания я хочу быть здоровой, богатой, счастливой. И я жму на эту педаль. То есть я хочу двигаться. Я хочу, чтобы у меня получилось. Я хочу чего-то достичь. С другой стороны, представьте себе, что мои предки были раскулачены. И кто-то, возможно, даже погиб в результате раскулачения. Кого-то, предположим, сослали куда-нибудь там на Целину в Казахстан. Да. И я знаю, что деньги на самом деле, ну, это довольно серьезная штука. Можно и сдохнуть. Да. И если вы вспомните вот эту блоху в банке, то мои предки уже передали мне эту программу. Что не нужно прыгать вот выше этого уровня, а лучше, ну, еще ниже, чтобы, в общем-то, не столкнуться с этим. И получается, что когда во мне, ну, вот когда мне удается это все сделать, да, во мне открываются программы, что я вообще умру. Ну, то есть почему заканчивается вот эта вот мотивация самоутверждения, да. И в тот момент, когда она заканчивается, я оказываюсь во власти программ своего рода, своих предков. Фактически, ну, можно сказать, всего эгрегора, ну, то есть все мы родом из Советского Союза, да, то есть это бывшие страны, ну, бывшие страны Советского Союза, СНГ. И фактически, либо часть людей относится к семьям, которые были раскулачены, возможно, вы знаете это о себе, то есть у меня есть раскулаченные предки. Другая часть, это те, кто раскулачивал этих людей, а третья часть, это те, кто сидели и не высовывались, и боялись, ну, в принципе, высунуть нос, потому что, ну, вдруг я тоже попаду под этих кулаков, да. Ну, то есть в итоге у нас не так уж много шансов, у нас эта коробочка, ну, эта крышка уже изначально лежит, да. И, ну, для меня, честно говоря, была самая большая задача, это была моя задача по жизни, вот, справиться с этой программой. Я пять раз теряла состояние и в какой-то степени пыталась достичь вот этого уровня свободы, да, и я снова и снова попадала в какие-то вот новые истории. Ну, хорошо, если мы вернемся к нашему ребенку, который вырос и чувствует себя свободным, да, то нормальная здоровая мотивация человека, да, это быть здоровым, счастливым, богатым. Это первая позитивная мотивация. Ой, как немного людей на ней находятся. Ой, а можно я еще добавлю, ты когда спросила по поводу, почему нет свободы, мне еще кажется, потому что ужасная зависимость от других людей, ну, вот это самоутверждение, да, то есть там, от, там, не знаю, бывшего парня, папе доказать, там, вообще всем доказать. Ну, то есть, на самом деле, соглашусь, да, многие люди по-прежнему находятся на уровне зависимости. И если раньше я зависела от родителей, предположим, ну, скажем, от мамы, то я выбираю, какие отношения. Зависимые. То есть, в принципе, несмотря на то, что вот тут мнение, что только то, какие у меня отношения были с папой, такие отношения у меня будут с мужем, ничего подобного. На самом деле, у меня будут такие отношения с мужем, какие у меня с мамой. Вот. И в итоге, если, предположим, у меня зависимое отношение с мамой, например, мама меня била, да, или говорила, ты мне должна, я жизнь на тебя положила, все из-за тебя, я из-за тебя второй раз не вышла замуж, из-за тебя ушла с этой работы, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, я очень много всего наслушала из-за своих 2-4 года практики, вот, ну, то есть, это, это не редкость, да. В этом случае я выхожу из отношений с мамой и вхожу в такие же отношения, зависимые, но с другим человеком, либо с партнером по бизнесу, либо с мужем, ну, и так далее, да. То есть, я в этом случае остаюсь на этом уровне зависимости. И на этом уровне, на самом деле, и возникают паразитические отношения. Потому что на уровне свободы я здесь, да, и меня абсолютно не трогает, что люди обо мне думают, уйдет от меня муж или не уйдет, да. То есть, я могу по себе сказать, что вообще вот мои программы, я очень ревнива, у меня ревнивый отец, у меня ревнивая мама. И у меня довольно красивый муж. И я мучилась вообще невероятно. Ну, вот, когда я нашла технологию, которая помогла мне справиться с моими историями, мы живем с мужем на расстоянии, там, 3,5 тысячи километров сейчас в разных странах, и меня все время спрашивают, а что ж ты его, ну, как ты вообще его отпускаешь? Я говорю, ну, я не то, чтобы отпускаю, я его не держу. Ну, то есть, мы просто вместе, и мы это выбираем. И это действительно уровень свободы. И это большой подарок. Про третий уровень, если хотите, я вам расскажу тоже немножко. Я? Ну, как вы думаете, какой третий уровень? Особенно здесь? Где я уже свободна, где я осознаю, вот, ну, что, давайте вот попробуем вообще дать определение свободы. Как я понимаю, что я свободна? Как вы понимаете, что вы свободны? По-настоящему свободны. Привязок. Нет привязок. Нет привязок к людям, к деньгам, да, к каким-то ситуациям. Я реализую все свои потребности, все свои желания. И свой потенциал. Да, и потенциал. Я творю то, что я хочу. Да, да. То есть, я реализую, я закрываю все свои потребности и реализую свой потенциал. Я сама. И это уровень свободы. Следующий уровень, до которого мне, мне еще, ну, в общем-то, пилить и шурупилить. Я иногда туда попадаю. Иногда, да, вот иногда нам удается это с Дашей, мы работаем вместе. Вот иногда нам это удается, но так или иначе, это непростой уровень. Он самый непростой для освоения. Никто не учил, как там жить. Это называется взаимозависимость. Когда я свободна, партнер свободен, и мы выбираем отношения вместе. Сейчас, на самом деле, ну, вот Европа находится вот где-то близко к независимости. Близко. То есть, они подступились к этому. И, ну, вот недавно мы знакомились с статистикой от одного архитектора, что в Европе 90, больше 90% квартир однокомнатные. Ну, вы представьте, да? То есть, это уже не история, когда живут все семьей, все друг друга ненавидят. Мужа зашелся с женой, и там один в одной комнате, другой в другой комнате. И они еще со своими новыми партнерами там какое-то время живут. Ну, то есть, этот ужас они уже прошли, и они выбирают одиночество фактически, свободу. Ну, и следующий уровень, до которого мы, надеюсь, все-таки допилим, да, это уровень взаимозависимости. Как ты чувствуешь вообще? Попадаем мы на него? Да, я могу добавить, что, ну, вот качественно он отличается от... Ну, вот если первый уровень, когда там все выживают друг с другом, это люди пытаются всегда залатать минус какой-то в отношениях, да, другим. Второй уровень... Это мотивация вот такая. Да, это когда, ну, действительно, там, есть я, есть ты, и мы можем не соприкасаться. А третий уровень, когда партнеры выбирают осознанно, как они добавят в отношения, то есть, как они в плюс, что они могут сделать, чтобы, ну, как будто между ними еще больше это пространство образовалось. Да, вот здесь возникают абсолютно другие задачи, когда партнеры вместе, предположим, мужчина и женщина, здесь большинство, женская аудитория, ну, я думаю, мужчины тоже отношения немножко волнуют, меньше, чем люди, но тем не менее, возможно. То на этом уровне возникает уже совершенно другая задача, то есть, есть любовь, есть отношения, и тогда, чтобы, вот знаете, как в топку нужно все время добавлять, то есть, любовь нужно все время добавлять, вот это отношения взаимосвязанности. Да, ну, в апп-бизнес это переносится как взаимное творчество, то есть, это постоянное творчество тогда, да? И хорошо, давайте в этом случае вернемся к паразитам. То есть, еще раз, если посмотреть вот по вот этой структуре, по этой пирамидке, паразиты где? На самом нижнем уровне, да? Это значит, что у меня, а, не пройдены какие-то программы с родителями. Если взрослый человек притягивает паразитические отношения, это значит, что у меня не пройдены какие-то истории с родителями. Я до сих пор с ними не в разводе. Вот я такое хорошее выражение придумала, оно на барышень, у меня где-то половина клиентуры, это барышни, которые либо хотят выйти замуж, либо хотят быть счастливыми уже в существующих отношениях. И, ну, в общем-то, очень часто я говорю такую фразу, то есть, в первую очередь, нужно развестись с родителями. То есть, получается, что в этом случае, ну, вот мы еще не в разводе с родителями, мы еще от них не освободились. Это вот, знаете, предположим, я худею. И я, там, допустим, голодаю для того, чтобы там почиститься и постранеть, да? И, казалось бы, я не завишу от еды. Но это не так. Я от нее завишу, как никогда, да? Или наоборот, я объедаюсь, я переедаю. И я в этом случае все равно завишу от еды. И, получается, вот этот маятник, да, он либо в одну сторону, либо в другую сторону. А, ну, состояние без травмы, оно где-то посередине, где я могу выбирать осознанно, спокойно. Допустим, какая-то вечеринка я могу съесть чуть больше. Но после этой вечеринки я могу совершенно спокойно там какой-то день почиститься, да? И это все без, там, травмы, без какого-то стресса. То есть я могу, вот, состояние без травмы, чем характерно? Я могу спокойно перемещаться по, вот, линии выбора. Как в одну сторону, так и в другую. То есть у меня этот выбор появляется. В состоянии зависимости у меня нет этого выбора. То есть, если, предположим, я зависела от мамы каким-то образом, да, ну, увы, наши родители не ходят по воде, и они, ну, в общем-то, не являются осознанными существами, там, на сто процентов. И поскольку мы их производная, то, ну, в общем-то, нам разбираться с этими историями. И что в этом случае можно сделать? Вытираю это, хорошо? То есть, если нужно, зафиксируйте. А я пока вспомнила статью про мороженое. Помнишь, когда-то вот нам попадалось? Если вы пытаетесь сделать вид, что мороженое не существует, то оно вам, ну, короче, оно вас контролирует, да, на сто процентов. Теперь уже вы зависите от мороженого. Точно. Точно. То есть, получается, что у меня есть какие-то программы с родителями, да, которые мне нужно решить. Ну, и давайте посмотрим, там, средний возраст нашей аукцины. Ну, возьмем лет 30, да? Да. Чего-нибудь колбитец. Возьмем, да. Мы же не говорим, кто возраст 40 лет. Хорошо, возьмем 40, ради Бога. Ну, вот мой муж у меня на 5 лет младше, а я на самом деле чувствую себя моложе чем-то. То есть, мне кажется, что дело это всегда не в биологическом возрасте. Ну, и мужчины мне труднее соврать. Ну, вот линия нашей жизни, предположим, да. И вот я нахожусь в возрасте 40 лет. По просьбам. Да. Вот мне 40 лет. И, предположим, в моей жизни случается какой-то трабл. Ну, что в 40-летнем возрасте обычно случается? Я могу пережить бизнес, пережить кризис, там, без в бороду, без в ребро. Сина в бороду, без в ребро. Там, предположим, мне муж начинает изменять. Скажи. Я говорю, без в бороду, ты хорошо. Ну, то есть, например, я узнаю о том, что мне изменяет муж, и я с ним расхожусь. Но вы знаете, что развод – это травма на уровне смерти близкого человека. И, несмотря на то, что для нас это нормальная ситуация в социуме, с этим нужно работать как с серьезной травмой. Ну, понятное дело, что не все это делают, да. Ну, вот, предположим, здесь я испытала развод. Развод, да. То есть, в этот момент у меня случился кризис, травма в виде развода. В этом случае давайте посмотрим на мою жизнь от рождения. Допустим, здесь рождение сделаем, да. Рождение. И скажите, пожалуйста, насколько велика вероятность, что травма потери и брошенности и одиночества случилась в моей жизни в 40 раз. В 40 лет первый раз. Ноль. Так и есть, да. То есть, обязательно есть что-то, чем я притянула эту ситуацию. То есть, предположим, это, ну, назовем это первым уровнем, да. Я немножко позже объясню. Есть второй уровень, это мое состояние, либо перед разводом, да, перед тем, как муж мне изменил, я об этом узнала и мы развелись, да. То есть, ну, например, там я, ну, по какой-то причине там страдала, не знаю, у меня с бизнесом что-то случилось, и я уже там страдала, грустила, чувствовала себя в одиночестве. Или, предположим, я родила второго ребенка, переживаю после родовую депрессию, про мужа забыла. Муж ушел налево, и мы разошлись, да. То есть, у меня есть какое-то состояние, которым я эту травму привлекла, да. У меня есть такая очень показательная ситуация. Один мужчина из Москвы обратился ко мне с такой задачей. Он дважды попадал в очень серьезную аварию. Ну, такую аварию, что его вот собирали там по хосточкам, условно, да. И он мне говорит, я чувствую, что вот, ну, грядет третья ситуация, и надо что-то с этим сделать, потому что, боюсь, третий раз меня просто не соберут. И когда мы стали исследовать, что, ну, почему вообще случились предыдущие ситуации, то выяснилось, что и перед первой ситуацией он поссорился со своей женой. И через некоторое время развелся с ней. Перед второй ситуацией он поссорился со второй женой. И ситуации были абсолютно аналогичные, да. И, соответственно, у него были сейчас уже там третьи отношения, которые близились к развязке. И вот он почувствовал, что что-то надо с этим сделать. То есть вот так или иначе есть какой-то паттерн, да, который воспроизводится в нашей жизни. Поделитесь, если в тему... Поделитесь, нет? Хорошо. Вот. То есть есть второй уровень, это состояние, которым я привлекла эту ситуацию. Мало того, иногда я могу привлечь эту ситуацию за много лет до того, как она произошла. Например, в момент выбора партнера. Представьте себе, у меня была первая любовь, эта первая любовь выбрала другую, я в печали, и тут ко мне подваливает мой муж. То есть в каком состоянии я с ним знакомлюсь? И в хорошем, да. И представьте, что вот на этом состоянии я могу там 20 лет прожить в браке. Я могу родить детей на этом состоянии. Счастлива ли я? Если в нем уже заложено, ну в какой-то степени как спасательство определенное. То есть мне плохо, у меня программа там, что меня бросили, у меня плохо я одна. А мой муж явно в роли спасателя, раз он ко мне в таком состоянии приходит, да. Вот вам состояние взаимозависимости. То есть у одного человека травма, он остался один. То есть предположим, Дима, могу я вас попросить на секунду? Татьяна, взаимозависимости или созависимости? Созависимости. Ну, зависимости, да. Вот предположим, мы партнеры, да. И я хромаю на правую ногу. А он на левую. Потому что меня бросил, бросил мой там, моя первая любовь. Ну, мы можем пофантазировать, почему Дима решил меня спасать. Возможно, потому что он второй ребенок в семье. Ну, то есть какую-нибудь фантазию не имеющую. То есть я сейчас Диму использую просто, как я, человека. Да, простите. Вот. То есть предположим, ребенок рожден в ситуации, когда женщина больна. И для того, чтобы у нее не было какой-нибудь опухоли, нужно родить. И я рожаю ребенка, который закроет какую-то мою дырку. И этот ребенок уже с программой «Спасти». Его, вот представьте, у него в каждой клеточке заложено, ты будешь жив, если ты будешь спасать маму. Но маму, предположим, спасать уже не надо, возможно, ее уже нет живых, да. Поэтому я выбираю, у кого спасать дальше. И вот мы с Димой. Он хромает на левую ногу. Я на правую ногу. Мы счастливы. При этом, Дима, мне из-за тебя вообще плохо идти. Ты еще понимаешь, что все из-за тебя. Попел бы сразу, уже бы вышел. Вытерли, вытерли. Я достойнулся и вышел. Ну, то есть, вот вам уже состояние зависимости, да. И здесь мы можем говорить и о каких-то паразитических отношениях, о созависимости. Когда, допустим, ну вот, знаете, там эти истории, когда женщина там работает. Когда она куча всего делала, например, три бизнеса, а там она еще подрабатывает. Мужчина-азидик играет на компьютере. Мужчина-азидик играет на компьютере. Мужчина-азидик играет на компьютере. И не парится даже. Его вообще-то ситуация не трепет. Ну, мы склонны всегда обвинять, что это все из-за него. Но это не так. Это не так. У него все ок. У него все ок. Ну, у него по-своему свои истории. Но его-то ситуация как-то с ней парит. Она меня парит в этом случае, да. Хорошо. Итак, есть состояние, которым я привлекла этот развод. То есть, иногда он заложен в момент начала отношений, да. Идем дальше. В психологии сейчас психология пришла к тому, что до 7 лет полностью формируется физическое тело. И вот ребенка отправляют там 6-7 лет в школу. У него сформирована пальчиковая моторика, да. Сформированы оба полушария. И он может уже там писать, делать какие-то мелкие части работы, да. И вот до 7 лет, то есть вот в этот период, как правило, случаются самые первые травмы в жизни, которые подобны по энергии вот этой. То есть, например, если здесь я разошлась с мужем, да. Например, что у меня могло случиться в 7 лет? Разошлись мои родители, предположим, когда мне там было условно 5 лет. Либо. Переехали в другой район города. Переехали в другой район города. Но это еще не такая сильная травма, да. Например, у меня родился брат или сестра. И мои родители решили, что лучше не грузить сейчас этого ребенка бессонными ночами. И, о ужас, отдали меня бабушке. Это вы себе даже не представляете, насколько распространенная травма. У кого есть такие ситуации? Это, знаете, как нет здоровых людей. Есть недовесенные. Есть кручевые. Недовследованные, да, да, да. Шучевые. То есть, так или иначе, есть какая-то травма в какой-то периоде, да, до 7 лет, когда со мной случалось что-то в результате, чего я себя уже так чувствовала. Ну, я могу свой пример, если это уместно рассказать. Меня просто в детстве фактически сестра старшая растила, потому что папа себе на работе, мама себе в дела, я их не видела вообще никогда. И потом с мужем прекрасно точно так же все и сложилось. Он был все время на работе, всегда, в командировках. И мы так, в общем, были. Если не это, то есть, если не подобные ситуации, да, то, ну, в зависимости от того, там, сколько вам лет, в свое время отдавали детей в ясли в 10-12 месяцев. Жесть. То есть, вот можете себе представить, ребенок еще там, условно, только ходить собирается, да, его приносят в ворующую толпу детей, мама там вообще на работе места себе не находит, вообще ждет, когда этот ужасный день закончится. И как-то мое дитятка там 8 раз звонит в эти ясли, да, ребенок орет, он никому не нужен. То есть, вот это может быть травмой. Либо почему-то наша талантливая медицина решает, что после рождения ребенка нужно от матери забрать, что она должна отдохнуть. Это, ну, просто, это чудесно, да. То есть, ребенок не успел родиться. Ему говорят, маме надо отдохнуть. И уносят его в такую же там ворующую толпу, да. Я первого ребенка рожала в роддоме, а второго дома. И с первым ребенком, ну, вот у меня была такая ситуация, то есть, женщина вообще после родов, она плохо соображает. Унесли ребенка, там что-то, что-то там происходит, непонятно что. Через некоторое время, значит, врачи решили надо мной подшутить. И вот потренировать мои экстрасенсорные способности. Меня завели, значит, в комнату, там лежит 12 детей, говорят, выбирайте. Ну, то есть, это такие изощренные, там вот, угадала, угадала, угадала. Ну, так боялась, а вдруг, а вдруг нет, да. Вот. То есть, так или иначе, это может быть ближе к рождению, это может быть дальше. Ну, вот подобная травма уже случается, да. Есть еще один период, этот период от зачатия до рождения. И в этот период вот эта травма может заложиться на клеточном уровне. То есть, это будет у нас третий уровень возможного исцеления, да. Предположим, травма брошенности. Где может сформироваться у женщины беременность? У ребенка, который внутри мамы. И мама переживает брошенность, в результате которой, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, во-первых, у меня беременную может бросить мужчина, да. Во-вторых, мы можем поссориться, и я переживу эту брошенность по полной программе, да. Или в командировку уехала, по беременности все, очень страшно. Вот. Либо эта травма может быть у ребенка в момент рождения брошенности. Потому что, ну, если успеем, возможно, я пару слов об этом скажу. Есть, это, кстати, состояние, из которого большинство людей выбирает зависимость. То есть, я к чему веду? К тому, что мы сами выбираем паразитические отношения. Но бессознательно это делаем, да. То есть, одна из ситуаций возможных, это в момент рождения у меня сформировано на клеточном уровне травма брошенности в момент перерезания кубовины. Но я сейчас не буду на этом останавливаться, это большая такая глобальная тема. Хорошо. То есть, вот у нас есть еще травма в момент... Спросите, если... У нас есть еще травма в момент от зачатия до рождения на клеточном уровне, когда я еще не родилась, условно, да. И давайте посмотрим. До зачатия теперь у нас есть мама. Давайте маму сюда. Мама. У нас есть папа. Да? У них есть свои родители, у них есть свои родители. И, ну, таким образом можно вот такие веточки нарисовать. Чего-то папа ее нарисовал больше. Ну, они одинаковые, условно, да. То есть, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, и дальше это, понятно, похоже на родовое дерево, да. Угу. Много. Много. Да, есть палок. Резай. И смотрите, какая интересная ситуация. Если посмотреть на историю травмы, да, у нас есть, получается, первый уровень, есть второй уровень. Первый уровень – сама травма, которая в моей жизни произошла, да, уже недавно, в 40-летнем возрасте. Второй уровень – это состояние, которым я ее привлекла. Третий уровень – это от ноля до 7 лет, да. И с этим уровнем работает психология. То есть, примерно вот с этим уровнем и немного смотрит вот сюда. Да? То есть, в чем это может заключаться? В перепроживании, в воспоминании, да. Там есть целые технологии, например, я проходила технологию вселения воспоминаний. Когда через воспоминания такое «Иван Иваныч!» И мне становится легче, да. То есть, через осознание, когда я осознаю какую-то проблему, «Блин, так это же было и тут, и тут, и тут!» Вот почему это происходит. И мне становится легче. То есть, это третий уровень, да. Четвертый уровень – это клеточный, который является переходным между родовыми историями и моей собственной жизнью, да. Это такая демаркационная полоса, условно, которая для нас является невероятным ресурсом, потому что мы не очень хорошо знаем обычно, что здесь происходит, да. И здесь очень интересная ситуация. Примерно, это, по-моему, во Вторую мировую войну было. Я очень дружу с датами и такими мелкими фактами. То есть, если что, простите меня и найдите информацию в интернете. Во время войны, по-моему, Второй мировой, англичане задали такое исследование для своих ученых. Собрали ученых и попросили их прояснить, почему они в большом количестве теряют боевые единицы бомбардировщиков. Они нападали, ну, в этом случае нужно много бомбардировщиков. Каждый самолет там стоил под полмиллиона долларов, да, и каждый бой вливался в кругленькую сумму. И собрали ученых и поставили им задачу проанализировать ситуацию и сократить потери боевых единиц, боевой техники, да. Собрались ученые. Что они сделали? Нашли все бомбардировщики, которые участвовали уже в каких-то боевых операциях, поисследовали их и нашли все места, где были удары, где были следы от пуль. Логично? Логично. И составили такую карту, где залатать, в каких местах залатать, то есть куда, где больше, ну, туда, где больше всего... Усилить горку. Усилить горку. Ну, мужская логика. Вот. То есть, соответственно, они выдвинули решение, то есть нужно усилить тонкими листами стали, именно вот эти места, куда чаще всего попадают снаряды. Логично? Логично. То же самое делает, ты уже знаешь, не подсказывай, то же самое делает наш рептильный мозг, который принимает решение в любых случаях, что бы вы ни думали. Я в свое время попалась на эту версию Милпи, что верхние части пирамиды управляют нижними частями пирамиды. Нифига. То есть сознание управляет там всем. Ничего подобного. Всем управляет рептильный мозг. И если, допустим, представить это... Сейчас отойду немножко от этой истории и вернусь к ней. Если представить наш мозг, он состоит из трех частей. Самая древняя часть – это рептильный мозг. Рептильный мозг, задача которого, если посмотреть на рептилии, там крокодил, ящерица, рыба, черепаха, задача рептильного мозга очень простая. Какая? Безопасность. Выживание. Выживать. Да. Выживание и, следовательно, безопасность. То есть, либо я бегу от опасности, чтобы выжить, либо я бегу за едой, чтобы выжить. Да? То есть, третьего не дано. Что-что? Спокойно. И здесь мы с вами встречаемся с инстинктами, которые включает рептильный мозг, чтобы я осталась в безопасности. То есть, в случае, когда я бегу от опасности, бежать – это что? Это инстинктивное движение. То есть, появляется опасность. В этот момент у меня вырабатывается куча адреналина, она отправляется в кровь, и я начну бежать. Да? То же самое у меня возникает в случае с едой, когда я догоняю какую-то еду. Холодно, да? Это морозит. Как ты, наверное, у меня сквозняки. Да? Уже начался забыта, что ли? Уже все не затронуло. Морозит. Это вот один из моих учителей, у которого я училась, когда в аудитории чихали, он говорит – «Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, что нас задело, батенька?» Вот. То есть, мы на что-то обычно реагируем, да? Возможно. То есть, мы подумали, что затронуло. И там. Может быть, энергия рода там иногда сквозит эту фону. Это нехило бывает сквозит. На чем я остановилась? На рептильном мозгу. На нападении за едой. На теление нора тренали. За бегством, за бегством за едой. Спасибо большое. Давайте сделаем такой эксперимент. Отложите тоже с торочки. Прикройте глаза. Не перекрещивайте ноги. Выберите себе какую-нибудь рептилию. Можете положить ручку на живот. Мы ассоциируем рептилию моего животного. Вдохните, выдохните. Почувствуйте себя присутствующим. И притворитесь какой-нибудь животинкой рептильного происхождения. Рыбка. Черепашка. Ящерица. Крокодильчик. Что-нибудь такое. И почувствуйте, как вы лежите на солнышке, возможно. Или там плаваете. Почувствуйте себя в абсолютной безопасности. Вам хорошо. Открывайте глаза. Что вы почувствовали? Вот в этот момент инстинктивно телом сжаться. Что еще? И перевернуть. Ну, напряжение в мышцах. Прямо что-то в шоку пропустилось из груди. Это желание перевернуться. И бежать. Сжаться, бежать. Бежать. Открывайте глаза. Прямо посмотреть, куда. Еще бежать. Что еще? Перевернуться. Перевернуться. Ну, то есть, отстрянуть в кого-то. Нет, спрятаться. Спрятаться. С лицами. Да, перевернуться, спрятаться, либо слиться. Стоять в стойку. Согласна. У кого еще что? Понятно, что случилось. Это уже... Я, по-моему, просто отморозилась. Вы еще рыбка. То есть, вы еще не можете понять, что случилось. Что-что? Мне кажется, я как-то отморозилась. До меня пока дошло... С accompanied by рука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова